Привет! До мотосезона еще несколько месяцев, а компания Motostrong уже расширяет ассортимент мотоциклов. Мы сами привозим байки из Европы, отдаем предпочтение экземплярам с минимальным пробегом и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам, любым проверкам и продаются со всем комплектом документов. Обязательно позвоните нам по контактам из описания. Наши ребята ответят на все ваши вопросы, помогут с доставкой, также с виртуальным обзором мотоцикла и с хранением. Все будет четко. Давненько мы не разбирали коробок передач. Итак, встречаем очень распространенная коробка 5HP24. Компания ZF одной из первых в мире предложила пятиступенчатые автоматические коробки передач. 5HP трансмиссии появились в 1991 году. В этом семействе существует четыре разновидности трансмиссии в зависимости от мощности двигателя, и все они предназначены для продольной установки двигателя. Сочетаются с любым приводом. Сегодня мы будем разбирать трансмиссию 5HP24, снятую с Range Rover 2003 года. На этом внедорожнике, эта трансмиссия сочеталась с двигателем 4.4 V8 от BMW M62. А вот на автомобилях BMW эта трансмиссия с двигателем M62 сочеталась со следующими объемами 3.5, 4.4, 4.6, 4.8. Устанавливалась на такие автомобили, как «пятерка» BMW E39, «семерка» E38, BMW X5 E53, «восьмерка» E31 и «Родстер» Z8. Также эти трансмиссии нашли применение на Jaguar XJ. Для концерна VAG была создана специальная модификация этой трансмиссии 5HP24-01L с интегрированным в ее корпус межосевым дифференциалом с раздаточной коробкой, промежуточным валом и передним дифференциалом. Эти коробки устанавливались на автомобиле Audi A6 и A8 с двигателями 4.2 и 6 литров. Дольше всего эта трансмиссия просуществовала до 2008 года на Volkswagen Faiton с двигателем V8. Коробка 5HP24 создана на основе планетарного редуктора Simpsons. За переключение передач отвечает 6 пакетов фрикционов, 3 тормоза и 3 сцепления. За управление этим автоматом отвечает очень сложный гидроблок, в котором 8 соленоидов, дюжина золотниковых клапанов и несколько гидроаккумуляторов. В зависимости от мощности двигателя, в паре с которыми работает автомат, есть отличия в количестве фрикционных дисков в тормозах D и E. Также в зависимости от года выпуска трансмиссии до 1998 и после есть отличия по конструкции гидроблока, также компонентов входного вала и также количестве фрикционных дисков в некоторых пакетах. В трансмиссию 5HP24 залито от 10 до 12 литров трансмиссионной жидкости для тяжелых условий эксплуатации. Оригинальная жидкость под обозначением LT71141 выпускается несколькими производителями, хотя и неоригинальных жидкостей тоже хватает от многих марок. Трансмиссионная жидкость залита здесь на весь срок службы, хотя по инструкции ZF ее надо менять каждые 10 лет. А теперь о заменителях. В данную АКПП подойдет трансмиссионная жидкость OREOL ATF Multi-LV производства Бельгия. Выгодно ее приобрести вы можете у нашего партнера компании Armtec со скидкой 10%. Просто назовите промокод STRONG при заказе. Скидка действует не только на OREOL, но и на весь ассортимент новых запчастей в сети магазинов Armtec. Кстати, Armtec является эксклюзивным дистрибьютором масел OREOL в Республике Беларусь. Все ссылочки и подробности в описании. Очень важно следить за частотой теплообменника. Его рекомендуется снимать и чистить каждую замену трансмиссионной жидкости. Из-за перегретого масла трансмиссия очень поздно переходит на повышенные передачи и иногда на них не переходит в ручном режиме. Также наблюдаются пинки при переключении передач вниз в момент снижения скорости до полной остановки. Трансмиссия 5HP24 имеет приличный ресурс. Она пройдет несколько сот тысяч километров, если владелец будет бережно эксплуатировать автомобиль и не будет экономить на замене трансмиссионной жидкости. На практике эти автоматы приезжают на ремонт через 300 тысяч километров. Причем при ремонте удается обойтись минимальным количеством новых деталей, а фрикционные в некоторых пакетах как новые. Эта трансмиссия погибает от перегрева масла летом и из-за отжига на холодную зимой. В ее конструкции есть несколько слабых мест, которые проявляются при больших пробегах и при нещадной эксплуатации с мощными V8. Срок службы гидротрансформатора на трансмиссии 5HP24 – 250 тысяч километров. Именно при таком пробеге фрикционная накладка изнашивается, начинает интенсивно загрязнять масло и перегревать его, если пробуксовка избыточна. Симптомы пробуксовки стандартные. При езде в гору на повышенных передачах двигатель добавляет оборотов, но скорость движения не увеличивается. Также обороты плавают на шоссейных скоростях. Ну что, заскучали вы без него? Часто спрашиваете, когда будет Серега? Итак, встречаем. Привет. Мы начинаем нашу разборочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Фильтр трансмиссионной жидкости трансмиссии 5HP24 имеет комбинированное исполнение из стали и пластика. Внутри фетровый элемент. Исполнение фильтра для BMW и для Audi разный. И сейчас мы этот фильтр распетрушим. Серега, давай. Видно, что фильтр недавно меняли. Он светленький, но здесь присутствует достаточно крупная стружка. Создается такое ощущение, что коробку пытались оживить заменой масла, но разрушение продолжилось. Гидроблока КПП ZF5HP24 славится своей надежностью. Он неплохо справляется с засорением гидравлических каналов. Однако, каждый золотниковый клапан оборудован возвратной пружиной, натяжение которой с годами уменьшается. Появляются пинки при переключении передач вниз, то есть 3, 2, 1 и при полной остановке автомобиля. Чтобы решить эту проблему, надо разбирать гидроблок и менять эти пружины. Соленоиды имеют удивительно долгий срок службы, практически никогда не нуждаются в замене. Но при эксплуатации АКПП на горелом и грязном масле изнашивается тефлоновое покрытие золотниковых клапанов. Первыми сдаются золотниковый клапан главного давления линейного давления и золотниковый клапан управления муфтой блокировки гидротрансформатора. При сильном отклонении в модулируемом давлении трансмиссионной жидкости трескается верхняя часть гидроблока. Стоит отметить, что гидроблоки трансмиссии 5HP24 до 1998 года и после разные, не взаимозаменяемые. То есть, можно прикрутить старый гидроблок к обновленной трансмиссии, но работать он не будет. Серега разобрал масляный насос. И, хотели бы обратить внимание на то, что вот эта часть алюминиевая, а вот эта часть стальная. Масляный насос классической конструкции. Если говорить о состоянии, то стружка уже сделала свое дело. Видим износ на шестернях и на полумесяце. Обратим внимание, что вместо втулки скольжения здесь используется игольчатый подшипник, а сальник удерживается стопорным кольцом. Пакет сцеплений A задействован с первой по четвертую передачу. Это самый нагруженный пакет сцепления. Сгорает первым, облазят фрикционы, деформируются стальные диски. Обычно это происходит при агрессивной езде. Считается, что диски и фрикционы слабоваты для крутящего момента моторов V8, для которых предназначена эта трансмиссия. Ускоренный износ фрикционов A также провоцирует перегрев трансмиссионной жидкости и износ бронзовых втулок валов. Посмотрите, все фрикционы сгорели. А вот это пакет сцеплений B задействован на четвертой и пятой передачах. Он по состоянию в норме. Самым слабым местом трансмиссии ZF5HP24 является барабан A. По обе стороны его находятся фрикционы A и B. Он соединен с входным валом. Что случается с барабаном? Рвется кромка стопорного кольца. Тогда трансмиссия теряет передний ход и фрикционы A сгорают. Затем рвется уплотнение поршня фрикциона B. Поломку барабана входного вала провоцирует неисправность соленоида линейного давления. Но в нашем случае при полностью сгоревших фрикционах барабан целый. При больших пробегах изнашивается вот этот подшипник. Появляется люфт вала, что в свою очередь провоцирует срыв кромки барабана A. Также из-за этого подшипника возникает осевой люфт, из-за которого изнашиваются вот эти шлицы. А внутри находятся две бронзовые втулки, из-за износа которых утекает давление для нормальной работы фрикционов. Вот это барабан C. В нем фрикционный C. Используется он только на заднем ходу. Состояние замечательное. Тормоз D задействован на 3-5 передачах. Состояние отличное. Тормоз E задействуется на 2-й передаче. Состояние тоже отличное. В передней части барабана D-E присутствует втулка с парой уплотнительных колец, которые сдерживают давление АТФ, которое направляется в барабан C. Со временем при больших пробегах эти кольца изнашиваются и тогда пропускают масло и возникают проблемы со включением заднего хода. А именно, реверс включается с запинкой и ударом машина может утратить возможность двигаться задним ходом. В нашем случае кольцо лопнуло. Планетарный редуктор Simpsons. Это два обычных планетарных редуктора, которые объединены единой коронной шестерней. В этой трансмиссии есть еще третий простой планетарный редуктор, который нужен для формирования задней передачи. Работает он в паре с тормозом F. Тормоз F задействован на нейтрале, паркинге и заднем ходу. Состояние хорошее. И последняя деталь трансмиссии 5HP24 – это обгонная муфта, которая служит опорой для крутящего момента для движения на первой передаче. Ее износ наблюдается на замученных АКПП 5HP24. Ну что, разборка закончена. По традиции, Серега, резюмируй. Трансмиссия достаточно надежная. В 80% случаев она приезжает по поломке корпуса сцепления А. Спасибо. Пожалуйста. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно всё, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте. У нас только отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг-М». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok